Приветствую вас. Глобально проблема, видимо, заключается в том, что вы восприняли факт неперезвона мужчиной вам на личный счет. Вы думаете, что если он вам не предвонил, то значит что-то с вами произошло. Знаете, что-то вот, ну, что-то плохое случилось именно между вами. И что что-то вас его оттолкнуло. Вот. Понимаете, какая штука. Но, на самом деле, ситуация выглядит немножко по-другому. И дело здесь ни в коем случае не в вас. Дело здесь исключительно только в нем. Вот. Дело в его изначальной цели, которую он мог вам попросту не раскрывать. По той причине не раскрывать, что, ну, не должен бы там, если вы друг друга очень мало знаете. Да? Вот. И... Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Да. Мужчина вам не позвонил. И не ответил на сообщение. Это означает, что либо он просто развлекался в этом месте и не рассчитывал на то, что вы серьезно его воспримите. И не рассчитывал на то, что между вами может что-то получиться серьезно. Опять же, в силу того, что это известный человек, это актер. Либо вы то, как вы вели себя, им просто не понравилось. И весь вопрос в том, были ли вы естественны. А если да, если вы были естественны и вели себя так, как вам хотелось себя вести, что в таком случае абсолютно ничего страшного нет в том, что он вам не перезвонил. Вы просто не подошли, не подошли ему. Это нормально и хорошо, что это случилось сейчас, хорошо, что это не случилось позже. Вот хорошо, что это не было позже, потому что если бы случилось позже, вам было бы больнее. Отношения всегда тяжелее завершать, когда проходит какое-то время до определенного момента. Если же вы вели себя неестественным, то это вам урок на будущее, чтобы вы вели себя более естественно. Чтобы более, чтобы раскрывалось. Вот. Почему вас так взволновал мужчина, с которым вы видели, с которым вы общались в первый раз, с которым вы только познакомились? У вас появилась к нему симпатия? Эта симпатия, она достаточно сильная, чтобы вот так отреагировали? Или вас эта ситуация как-то задела? Ну ладно, вы ничего не говорите о своих чувствах, вы просто пишите, что не так и почему не позвонил. Мы не знаем, мы не можем залить в голову к этому мужчине, но я полагаю, что дело именно в тех моментах, которые я вам озвучил. То есть, либо человек изначально ехал с остановкой, что ничего серьезного не будет. Вот. И взял у вас телефон, потому что вы действительно ему понравились, но он не собирался вам звонить, по крайней мере, для выстраивания серьезных отношений. Может быть, когда-нибудь он вам и позвонит, но это будет истерия, что вот я хочу опять провести время там, да, в такой форме, какой вы уже проводили. И все. Либо вот все дело в вашем поведении. Другой вопрос, что подобные вещи, когда люди при таком формате общения не перезванивают, вполне нормально. Вполне нормальные подобные вещи. И ваша реакция на это, ваша реакция как бы на то, что он не перезвонил выглядит несколько чрезмерно. Так вы вот понимаете. То есть, почему вы так отреагировали на это? Почему, вот, ну, не перезвонил и что? То есть, как бы, это же просто ни к чему не обязывающее было общение. Кроме того, человек выпил, выпил, как вы говорите, много. Может быть, он, может быть, ему просто стыдно, стыдно свои действия. Не знаю. В любом случае, вы вот примете на свой счет, и я могу лишь только предположить здесь то, что вы хотели какие-то свои желания реализовать через эту ситуацию. То есть, не просто вот понравился мужчина и хочу для него что-то сделать, да? А понравился мужчина и хочу что-то получить для себя от него. Понимаете, вот этот момент мне кажется одним из ключевых. И именно на него я рекомендовал бы вам обратить свое внимание. Ну, просто потому что это важно. Вот. Что касается следующего вашего вопроса. Если не понравилось, затем спрашивал номер и говорил, что снова хочется встретиться. Опять же, Датьяна, вы сейчас пытаетесь понять человека, да, абсолютно незнакомого нам, абсолютно неизвестного нам. Я уже молчу о том, что мы вас не очень знаем, да, поэтому даже не очень хорошо сейчас понимаем вашу реакцию на это. То есть, причина того, почему вы так реагируете на то, что он не призванил. То есть, какова причина вашего такого серьезного желания, ну, понять, как бы, ну, мужчину. Вот. И мне кажется, что в этом направлении можно работать тоже. Вот. С вами. С другой стороны, есть момент, да, который очень важно раскрыть, да. Момент, который заключается в том, что вы выбираете место для знакомства. Вот. Вы выбираете партнеров для знакомства. Вот. И это говорит о том, что, возможно, у вас есть, ну, некоторые трудности с построением отношений с мужчинами. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Понимаете? То есть, вот, такой аспект. Такой момент. какой-то момент. Поэтому, если есть трудности в этом, если есть трудности в построении отношений с мужчинами, то лучше было бы, если бы вы, значит, всё-таки с этим разобрались бы. Вот. А вот, мне кажется, кажется, такая история. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на вопрос, значит, копры, копры выздавают. Вот. В этом всё, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот. Которую вы описываете. Вот. Вот. И я надеюсь, что вам это будет полезно. Я надеюсь, я буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот. 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 Вот.